Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, виртуальной студии нахожусь я Алексей Орлов и Куренович Николай Владимирович. Здравия, Николай Владимирович! Да, всем доброго здравия! Сегодня мы рассмотрим тему «Как лечить коронавирус». Наверное, об этом коронавирусы уже всем мозги вынесли и прожужжали, все, что от них осталось. Но вот мне хотелось бы для начала, чтобы вы представились, рассказали чуть-чуть буквально о себе, чтобы стало понятно, с кем наши радиослушатели имеют дело и зрители. И потом уже мы начнем раскрывать тему про то, какие симптомы, как их определить, ну и прочее-прочее. И, надеюсь, дойдем до того, как же все-таки лечить этот коронавирус. Итак, в целях экономии времени, дорогие друзья, отнесу вас к Википедии, к Ютуб-каналу, к такой рубрике «Так сказал Куренович». И по моей фамилии Куренович Николай Владимирович, вы можете эти ресурсы, если вас это короткое видео заинтересует, и до этого вы со мной не были знакомы, изучите, просветитесь, и дальше вам многое станет понятным. Поскольку говорить долго пространно о себе, это, во-первых, я и не вспомню. И мне хочется отнимать вашего драгоценного и также моего драгоценного времени, которое сейчас, вы видите, сжимается. И для нас время – это не просто какой-то финансово-денежный эквивалент, а в большей части мировоззренческий, философско-сущностный эквивалент, который иногда начинает стоить дороже единицы денег в единицу времени. Что касается коронавируса, да, сейчас нет и недостатка различного рода оценок, анализа, каких-то других высказываний различных вам, как известных, так и неизвестных, политологов, экспертов, людей с улицы. На что я хотел бы обратить внимание, прежде всего, как адвокат и как гражданин. То, что сейчас происходит, напоминает нечто подобное, которое у нас случилось 22 июня 1941 года. И здесь не могу не заметить, насколько тема коронавируса, она такая многогранная, и через ее призму мы можем изучить и прокачать многие другие вопросы. Так вот, тогда было много всяких шапкозакидательских накануне Великой Отечественной войны заявлений, деморализующих местное население, в том числе и заявления ТАСС, кажется, там от 10 июня 1941 года, то есть накануне начала Великой Отечественной войны. Так и сейчас долгое время на центральных каналах телевидения и радио эту тему воспринимали очень легковесно, просмеховствовали в стиле дешевой одесской юмористики. Ну а когда петух начал клевать в одно известное место, то они буквально в воздухе переобулись. Все эти прогнозисты, вильфанты, специалисты по климату, по военному искусству и международным отношениям, начали петь совершенно другие песни. Так вот, возвращаясь к 22 июня 1941 года, нечто подобное мы наблюдаем, хотя всякая аналогия хромает, и сейчас вместо того, чтобы принимать адекватные меры в соответствии с действующим законодательством, а именно в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции, должно быть введено чрезвычайное положение в нашей стране на основании Федерального конституционного закона номер 3 от 30 мая 2001 года о чрезвычайном положении. Там все подробно расписано, в каких случаях, при каких обстоятельствах такое чрезвычайное положение должно быть объявлено. Статья 4 этого закона глазит о том, что наш гарант Конституции, он же президент, он же верховный главнокомандующий, должен немедленно подписать по этому поводу указ, передать его в Совет Федерации, где данный указ должен быть рассмотрен незамедлительно. И в случае одобрения Советом Федерации указа президента в введении чрезвычайного положения, должен алгоритм о этом положении внедряться. И вот тогда было бы законно, обоснованно, мотивировано и, что немаловажно, справедливо, людей штрафовать, людей привлекать к ответственности, объявить официальный карантин. Вместо этого мы видим ситуацию, происходящую на наших глазах, в точности до наоборот. Полный почти неадекват нашей власти. Опять сегодня сразу же трёх чтениях принимается законопроект о том, чтобы оштрафовать на миллион, чтобы посадить в тюрьму. Они, кроме этого, ничего предложить не могут. Почему не вводится чрезвычайное положение, как то должно было быть? Объясняю. Потому что наша безответственная власть не хочет на себя возлагать никакой ответственности даже в этот сложнейший период жизни для всех граждан Российской Федерации. Поскольку в случае объявления чрезвычайного положения нужно было бы включить в работу и механизм, юридический механизм форс-мажорных обстоятельств. А это значит, что должны быть компенсации адресные малому и среднему бизнесу. Компенсации в том числе и моим коллегам, представителям адвокатского сообщества, которые сейчас в силу этих обстоятельств также теряют заработок, поскольку на основании постановления Пленума Верховного Суда до 10 апреля пока, а 11-12 апреля, это суббота, воскресенье, все судебные заседания, кроме неотложных, приостановлены. Кто компенсирует эти выпадающие доходы нашим гражданам, нашему малому и среднему бизнесу, который сейчас сворачивается, схлопывается, и адвокатам. Некоторые из моих коллег обращались в свои адвокатские палаты субъектной федерации, в федеральную палату адвокатов о том, чтобы членские взносы за время вынужденного прогула, так мы его назовем, не платить в адвокатские палаты. Ответ было молчание. И вот так всегда. За то, что некоторые мои в прошлом подзащитные хотели провести референдум за ответственную власть и создали соответствующую инициативную группу, они получили за это три года с реальным отбыванием наказания. И мы опять с вами, ходя по кругу этого вопроса, возвращаемся к следующему тезису и ответу, что власть наша безответственна, она нас по существу кинула. И пускай это послужит дополнительным хорошим уроком и примером всем тем, кто еще наивно полагал, что у нас существует какая-то вертикаль, что у нас существует гарант Конституции, который недаром кушает свой хлеб 20 лет. Цены на нефть катастрофически упали за последние 20 лет. Почему в такой же соразмерной пропорции не падают цены на бензин? Хороший вопрос. Значит, нет никаких рыночных отношений, о которых вы нам пели песни с конца 80-х годов. Есть жесткое администрирование, есть русофобская, антирусская, сионистская. С 1917 года несменяемая власть, которая издевается над коренным государственно образующим русским народом, сегодня вместо того, чтобы открыто выступить, действительно с обращением к русской нации и другим коренным народам России и сказать, что против нас ведется и развязана необъявленная бактериологическая война. И виновники этого тета и тета, или Китай, или Америка, или же это темные силы, которые сосредоточились в мировом преступном, тайном мировом правительстве, это низкочастотные сероводородные инфернальные трансформеры, они же человекообразные рептилии, и их нужно тащить на новый Нюрнберг. Именно они развязали Первую и Вторую мировую войну, стравив нас в ней с нашими арийскими братьями, немцами. А теперь в преддверии победы они опять эту истерию нагнетают. Вот, вместо того, чтобы сейчас голосить, истерить по центральным каналам, должна быть, во-первых, жесткая политическая оценка тому, что происходит в стране, и четкая юридическая квалификация. Кто виноват? И что мы в этой ситуации будем делать? Здесь наш вопрос, Алексей, перейдет в другую плоскость, тоже многослойную, но я хотел бы сосредоточиться на важном и на главном. Что мешает правильно нашим людям, гражданам России, не хочу произносить это мнение, неприятное слово, «Россиянин» адекватно воспринимать ситуацию? Это вирус, но не только коронавирус, который поразил еще хорошо и небольшое количество, и дай Бог, чтобы они скоро выздоровели, а это вирус в головах наших граждан, и в том числе русских людей. Ставлю диагноз политически и юридически. Что это за вирус? Это вирус иудиохристианства, и марксизма-ленинизма. Это одна сплошная, взаимосвязанная, жестко детерминированная, причинно-следственная связь. Интернационализм. Кто нас вымарывали в идеологическом плане советскостью, мы были советские люди, я даже в детстве не задумывался, что я русский, думал советский, пионер, комсомолец, член КПСС и так далее. Сейчас нас хотят растворить в россиянскости. Нет, хватит. Наше преимущество в том, что мы уже видим врага, видим всех этих вирусов. Почему власть делает ставку сейчас на монотеистические религии, на христиан, на тех, кто поддерживает идеи возрождения Советского Союза? Потому что всё это тупиковые пути. И они, люди, заражённые этой бациллой интернационализма, они ослабевают по факту русское национально-освободительное движение. Какой диагноз лечения этой вредоносной болезни? Диагноз следующий. Русский национализм. Проветривать свои мозги, вспоминать, откуда ты, что ты, что прежде всего твой род, русский род, народ, наш род, жить в согласии с природой и любить Родину, Россию, Русь. Везде один корень род. Вот к чему нужно вернуться, к русским богам и предкам нашим. Это наши настоящие боги. Не будет Солнца три дня, и вся планета Земля начнёт на глазах увидать, поскольку не будет фотогенеза в растениях. А они всё строят храмы в шаговой доступности. Этот коронавирус, уже только начавшийся, сокрушил все монотеистические религии, показав несостоятельность их богов. Отменили хадж. Почему вы не ходите огромным количеством людей с крестными ходами, разгоняя коронавирус против Солнца? Что, испугались смерти? Вам же религиозные книги предписывают одним ждать Царства Небесного, а здесь будем жить, а, абы как? Авось, небось, как-нибудь в огороде Бузина, а в городе Дядька. Или все другие учения, что там будут ждать кого-то 72 в гареме любовницы и даже девственницы. Ничего этого не будет. Только русские боги и предки наши. Только возвращение к нашим родовым, национальным ценностям сможет обеззаразить ваши мозги и повысит вашу устойчивость в системе координат жизни, включая то, что вы будете более неуязвимы для всяких коронавирусов и прочих. И здесь нельзя сказать о следующем, что, разумеется, это диверсия против всего человечества, тайным преступным мировым правительством. Они в военных лабораториях все это разработали. Все это нужно обязательно запретить, прекратить, созвать немедленно чрезвычайную сессию и Генеральную ассамблею ООН в составе всех 190 государств, где определиться с вопросом о проведении незамедлительного специального расследования, чрезназначенную компетентную комиссию, и всему миру показать, кто учинил этот коронавирус, кто они, Ротшильды, Рокфеллеры, Барути, которые хотят сократить все население до одного миллиарда, сами будут жировать, будут непрочипированными, а мы все должны у них плясать под дудку в их концентрационном лагере. Они все время меняют декорации, но суть их остается единая. И сейчас, как никогда, эта вся их человеконенавистническая, сатанинская идеология вышла на поверхность. В том числе через коронавирус. То они говорили о мировой революции, то они нам пели в уши песни, что глобализм — это хорошо, это будет интеграция, разделение труда и производств по всему миру, и только каждый народ и каждая страна от этого выиграет. Теперь мы видим, что это за глобализация. Это электронный концлагерь, который они нам готовят. Но еще посмотрим, чья возьмет. Они мерят все только категориями денег и удовольствий. А то, что вне космические силы оказывают воздействие на Землю, о том, что есть область невидимого, высоких материй, они об этом не задумываются. И те, кто покровительствуют русскому народу, всем нам, они сейчас смотрят, а как русские люди, дрогнут или нет? Стоит им преклоняться под это дьявольское, сатанинское ярмо или нет? И в том случае, если мы будем оказывать действенное, гражданское, политическое и морально-психологическое этому сопротивление, не поддаваться паническим настроениям, то я уверен, что мы этот рубеж, как наши достославные предки, некогда на Чулском озере, на Куликовской битве, в Бородинском сражении, под Сталинградом, под Москвой, мои земляки, русские сибиряки, а не какие иконы Казанской Божьей Матери, достойно себя держали и победили врага. Так и сейчас мы в этой развязанной против нас войне русские люди победим. И в этом не должен никто сомневаться. Раньше дедушка Ленин, говоря о их интернационализме, подчеркивал, что всеобщая занятость, хлебная монополия и хлебная карточка, это, товарищи, будет еще похлеще гильотины. И что мы сейчас наблюдаем? Всеобщая трудовая повинность. Да, человек платит, недоплачивает налоги, вынужден быть брошенным на произвол судьбы, а нас всех бросили на произвол судьбы, выкручиваться как-то, зарабатывать деньги. Второй тезис – это хлебная монополия. Раздорили сельское хозяйство, вели только агрохолдинги специально, чтобы людей отвратить от работы, чтобы была низкая рождаемость, чтобы людей загнать в мегаполисы, и чтобы здесь их кормить комбикормом, ГМО-продуктами и пальмовым маслом. Вот вам хлебная монополия. И вместо хлебной карточки всем навязываются безналичные расчеты, банковские карточки. Вот о чем говорил Владимир Ильич Ленин тогда, когда развязывал не гражданскую войну, опять неправильная историческая периодизация, а геноцид против русского народа. И вот как эта аналогия сейчас напрямую, на мой взгляд, может быть употреблена, что то же самое, всеобщая трудовая повинность, ни у кого нет никаких средств больше, чем там на 3-5 дней в холодильнике. И вот вам банковские карточки, которые завтра могут быть у вас отключены, обесточены, или вас по телефону запеленгуют, что вы вышли на порог вашего дома подышать, потому что дома действительно объективно сложно находиться, есть у людей различные хронические заболевания, им не хватает воздуха. И вот вас запеленгуют, и автоматом с вашей хлебной карточки, читай, банковской карточки, спишут вот эти деньги. Вот такие выводы, уважаемые друзья, которые напрашиваются в связи с коронавирусом, и которые мы с вами должны знать. Диагноз иудиохристианство, марксизм, ленинизм, единая сплошная интернациональная тема, метод лечения, это возвращение к русским национальным корням. И наша цель через Россию и русскую власть, которая обязательно установится в России, ибо, как было сказано, что на Руси будет три ига, польская, монгольская, и то, по которым мы сейчас живем, сионистская. Но и оно будет разрушено, ибо явятся, явятся из народа доселе неизвестные, и восстановят все попрано. Поэтому поправляйте свою голову, прочищайте чердак своих мыслей, своей памяти, освобождайтесь от этих религиозных и идеологических мер. Хватит дурковать, хватит шизовать. Единственная незыблемая основа, это как цемент, марки 500, 700 и выше, это то, что ты русский. Вспомни, что ты русский. Забудь слово «россиянин». И тогда мы с вами все вместе спасемся и через русскую власть начнем действительно поднимать нашу экономику, нашу промышленность, развивать сельское хозяйство. Все эти ГМО, продукты будут строго-настрого запрещены, так же, как и пальмовое масло. Будут многодетные, здоровые, красивые, умные русские семьи по 5-6 человек. Отменим все налоги. Вы будете получать каждый, вне зависимости от того, работаете или нет, от продажи сырья, а также в дальнейшем только готовой продукции. За рубеж, безусловный банковский платеж, который будет сопоставим с тремя пятью тысячами долларов. Это никакая не фантастика. Денег у нас огромное количество. Вывезли из России за последние 30 лет 5 триллионов долларов. А если еще посмотреть, какие доходы у нас от церкви, которая якобы отделена от государства, эти доходы за рубежом оседают, непонятно в чьих карманах, как используется зарубежная недвижимость за рубежом, алгоритм ясен. Наша конечная цель – это Россия, русскую власть. Это необходимое и обязательное условие. Тогда мы победим не только коронавирус, мы победим и самих себя. Мы задавим себе эту гидру интернационализма, которая разжижила у многих мозги, даже у так называемых русских патриотов, которые забивают эфир своим хламом идеологическим и религиозным. Наводнили и нашу среду русских националистов различными агентами, стукачами, которые уводят людей в сторону, скручивают им мозги. Соответственно, вы тоже все смотрите, анализируйте, сопоставляйте и принимайте самое главное для вас решение наиболее спасительное в этой ситуации. Не поддаваться панике, проявлять разумное и благоразумное меры предосторожности, слынет эта вся волна, мы с вами будем жить. Поэтому слава России, слава Руси, слава всем нам. И один из моих любимых тостов это пусть нам будет хорошо, а всем нашим врагам плохо. Хорошо. Надо подвести некий итог из того, что я услышал и понял. Наверное, можно сделать следующий вывод. Первое. Коронавирус и другие вирусы боевые, в том числе, разрабатывают те, кто нацепил на себя корону всемирного не то чтобы управления, все-таки слово правь, оно немножко другое, руководство. Кто залез. Именно так, Да, кто залез. Так и только так. Да. Дальше этот коронавирус вкладывается через головы наших людей и вот пока он в головах там обитает под коронами простых людей, всем нам живется не очень хорошо, потому что каждый себе господин, потому что каждый себе хозяин, все забыли про то, что надо жить по совести, в ладу с природой, надо жить роем, как говорили наши предки, всем вместе, совместно творить на благо своих родов и во славу предков великомудрых, во славу родной земли матушки с теми братскими народами, которыми мы всегда жили бок о бок и с которыми было хорошо, с которыми в лихую годину побеждали ворогов и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, когда мы говорим про интернационализм, вот этот искусственно навязанный, это скорее всего все-таки придумано для того, чтобы нас развести под этим лозунгом и превратить в некую серую массу. А когда мы говорим про свою уникальность своих родов, про уникальность наших родичей, про уникальность наших побратимых народов, тогда мы соблюдаем те устои, которые свойственны нам по роду, которые наши естественны и тем самым ни на кого не наезжаем и тем самым решаем совместно все проблемы. Поэтому для того, чтобы вылечить коронавирус, а таких коронавирусов, я предполагаю, может быть множество, например, через месяц несколько, два, три, четыре к осени подбросят новый, там COVID-2020, какой-нибудь, потом будет супер-COVID, потом еще чем-нибудь, потом заменить на другое. Так что вот просто так не обчихаешься. Здесь нужно понимать, что мы сами должны быть хозяевами на своей земле, мы должны быть таким образом существовать, чтобы жить в ладу с природой, чтобы понимать, кто мы, зачем мы, для чего. Не просто в здоровом теле, здоровый дух, а понимать, что тело – это инструменты, мы служим своим телом каким-то высшим замыслом и должны вот этому следовать. Жить в ладу не только с природой, но и с побратимыми народами, которые тоже должны тоже осознать, что они также такие же хозяева на земле, как и мы. Мы должны это понять. Не какие-то там наверху, кто-то сверху в короне, а мы сами хозяева на земле. Вот когда это все станет на свои места, тогда, наверное, мы сможем взять за шкерманчик тех, которые вот эти вирусы создают, и их призвать к ответу. А после этого направить на какие-то благотворительные дела, например, в тайге снег убирать зимой, валить деревья, например, вручную, ну, может быть, там в рудниках навести порядок, убраться, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, и, в общем-то, тогда те, кто сейчас находится наверху и сейчас задумывается, а там тоже такая возня начинается, а куда деваться-то, потому что они понимают, что ими, как марионетками управляют, встанет вопрос, а с кем дальше жить, а с кем дальше что делать? Просто так опять на приезжих, на инородцев полагаться, да, не продадут, потому что они сюда приезжают за деньги, это их чужая земля, они здесь приехали, плюнули, уехали, в случае чего, да, они всегда ищут там, где поесть, ну, как вот паразиты прибегают, куда, где есть поесть, ну, поели, уничтожили своего хозяина, свое тело убито, ну, дальше в другом перескакивают. Вот, если таким образом будут продолжать забравшиеся наверх мыслить, то в этом случае они будут просто марионетками, их же первых сольют в унитаз, в унитаз истории, в унитаз цивилизации, вместе с тем народом, над которыми сейчас сидят. Если же в голове что-то проявится, то тогда, я думаю, многое станет на свои места, но прежде всего, для того, чтобы это встало на свои места, нам необходимо самим для начала понять, кто мы, для чего мы, выйти из-под животного страха, в который нас засовывают постоянно, выключить эти телевизоры, с которых нам говорят, смотрите телевизор, сидите дома, смотрите телевизор, смотрите телевизор, а по телевизору понятно, паника, все плохо, все пропало, от нас нечрезависимо и так далее. Смотрите, дом 2, там голые попы, голосистых тетек Поэтому если мы все наконец-то поймем, кто мы и для чего мы, тогда этот карантин, который сейчас вводится, будем использовать правильно. Взаимодействие с нашими детьми, наконец-то, а не забывая о них. Взаимодействие с нашими вторыми половинками, восстанавливая семейные отношения, общаясь с друзьями, думая, друзья, как мы дальше-то будем жить? Что, так и будем по этим супермаркетам бегать и покупать всю отравленную еду? Либо, наконец, свои народные производства будем начинать делать. Скинемся, откроем здесь, здесь. Рабочие места свои создадим, свою создадим казачью дружину или что-то еще, которые за порядком будут смотреть. Вот если все это мы осознаем, то есть с пользой используем вот это время, которое сейчас для раздумия, и очки розовые снимем, которые нам с телевизора всем уже нацепили, но, может быть, тогда вот эти короны-то и послетают с наших голов, и всякие вирусы выветрятся, и все станет на самом деле. Поэтому думайте, заботитесь о своем здоровье, думайте о своих близких, заботитесь о своих близких, но понимайте, что без самообеспечения, без единого народного производства, без единых народных средств массовой информации нам будет туговато выставить. Алексей, если позволите, в качестве завершения еще несколько мыслей, и, как говорили в Древнем Риме, будем уклоняться от объятий. И еще раз повторяю, и не только для тех, кто слушает, а тех, кто слушает меня и не соглашается с моей позицией, о том, что то, что происходило, происходит до настоящего времени, с 1917 года, и с 1988 года, я беру такой более глубокий исторический средств и ретроспективу, это вписывается в диспозицию и в новеллу статьи 357 Уголовного кодекса. Геноцид, геноцид русского народа. Об этом должны помнить все наши враги, что возмездие будет неотвратимым. Вы должны помнить о том, что всесокрушающий огонь возмездия русских богов и предков наших обрушится на темные силы, которые пришли к нам из низших миров. И так оно будет. Это время постарайтесь использовать с большой для себя пользой. Побольше читайте, наведите порядок у себя дома, общайтесь с родными и близкими, свяжитесь с ними. Собственно, я с детства каждую минуту так получилось ценю, и сейчас не чувствую абсолютно никакого дискомфорта. Почему? Потому что каждый день даю интервью, мне звонят, общаюсь, перемолачиваю еще в большем количестве различных книг из разных областей знаний и научных дисциплин. На аккордеоне играю, спортом занимаюсь. Наращивайте свой интеллектуальный и физический потенциал. И, пожалуйста, отнеситесь к тому, что я сказал серьезно о прочищении своих голов. У многих они очень забиты. Люди стали эгоистами, суперэгоистичными. Я знаю, что у многих из вас нет настоящих друзей, знакомых, на которых вы могли бы опереться. Здесь много как объективных, так и субъективных факторов. Нас, начиная с 1917 года, русских целенаправленно распыляли, дробили на коммунистических ударных стройках. Один брат в Иркутске, второй в Норильске, третий в Москве и так далее и тому подобное. Мы будем собирать наши русские роды. Будут всем предоставлены комфортные коттеджи и большие помещения с большим количеством земельного надела. Русские семьи будут благодетными, но это все произойдет только когда решится главный и основной вопрос. Вопрос о власти. Сейчас не удастся нам в какие-то эко-поселения переместиться и там, как это раньше было при гонениях на староверов, затеряться на Алтае по обоим берегам Енисея, в моих Иркутско-Забайкальских краях. Нет, сейчас они пришлют за вами дрон, пришлют за вами вертолет, распылят над вашей эко-деревней, эко-поселением химтрейлеры, чтобы вы медленно умирали. Насчет этого не нужно питать никаких наивных и глупых иллюзий, типа ранее вышедших книг тоненьких, звенящие кедры. Тогда это представлялось какой-то новинкой, а сейчас понимают, что без русской власти невозможны никакие эко-поселения, никакие звенящие кедры, вообще ничего. И вот важная какая мысль. Коль скоро сейчас фианисты у власти с 17-го года, то они должны знать, что они несут ответственность за все. Они не просто мешают, издеваются, ставят подножки русским людям. Нет. Они руководят нашей страной, они захватили аппарат государственного управления, как это было сказано, опять видите, сочетание сопряжения с военной темой. Они, как было сказано на Нюрнбергском процессе, захватили органы государственной власти и используют государственный аппарат как орудие для своего преступления. Это я вам почти буквально процитировал место из речи нашего обвинителя от Советского Союза, прокурора Руденко в 46-м году в июле месяце на Нюрнбергском процессе. То же самое и сейчас. Они растеряны, вы видите по телевидению, что как они вобрали свои головы в плечи, испуганные, вот-вот у них разразится паника. Только русский верховный правитель, который не скрывает свою фамилию, не скрывает свою родословную, должен прийти к власти, который рекрутирует и наберет лучших людей земли русской себе в помощники, в заместители, в губернаторы. Только что минуты три назад перед нашим интервью смотрел лопотание варгии сержанта в прошлом ВДВ, руководителя ныне непонятной партии «Справедливая Россия». Партии вообще так не должны называться. О том, что ученых отодвинули, надо ученых во власть. А где же вы были, Сергей Миронович, Михайлович? Когда выступают представители комитета СТА, Фионова Людмила Кузьминична, Ткаченко Юрий Леонидович, ваш покорный слуга Куринович Николай Владимирович, Лисовский Юлий Александрович и многие-многие другие. Почему вы их не хотели слушать? А теперь закудахтали. Надо ученых во власть. Да, надо ученых во власти. Давно уже это нужно сделать. А вы подбираете власть только по принципу лояльности. Все в Госдуме, все в Совете Федерации, все в Конституционном суде, в Верховном суде руководители. Все вы марионетки, которые только за хлебную карточку, там, что называется, колотитесь. А о народе вы давно забыли. Но будет и для вас у корот будет обязательно иллюстрация. Все будете лишены враги русского народа через соответствующую процедуру пенсий, пособий, выходных. И вам будет оставлена только небольшая квартирка. И, может быть, закончите свои жизни на рудниках, петровских заводах, в Забайкале. А также я не перестаю говорить, что тюрьма строгого режима на моей малой родине, в городе Герои Тулуни и Иркутской области, по улице Лыбкина, 66, ждет вас. А всех русских людей, нас с вами, ждет светлая, прекрасная жизнь. Не бойтесь никого, ибо страх сильного делает слабым, умного глупым. Мы пережили различные лихие времена и тучные, в кавычках, двухтысячные. Мы переживем этот коронавирус, переживем и гаранта Конституции, и всех этих лиходеев, всех этих мракобесов, которые уже 30 лет издеваются над русским народом и отняли у нас драгоценные 30 лет жизни. Это подороже любых денег. Лишили будущего наших детей и внуков, и сейчас вынашивают человеконенавистнические планы всех прочипировать и их захабалить. Ничего у вас не получится. Руки короткие. Русский народ был, есть и будет. Заканчиваю мою короткую речь и интервью. Всем желаю русским людям здоровья, крепости, духа, безудержного оптимизма. И знайте, что мы победим, поскольку с нами наши русские боги и предки наши. Слава всем нам! Благодарю, Николай Владимирович, за такое пылкое выступление. От души. Да, от души то, что называется. Конечно, можно относиться по-разному к сказанному. Кто-то скажет, что это очередная провокация. Кто-то скажет, ну вот опять наезжают на власть. Кто-то скажет, да ну так и надо. Давайте сделаем так. Вы вот прежде чем судите о чем-то, и тем более там о Наруславянском радио, потому что у нас как-то так все время выступающего привязывают именно к радио. Говорят, ага, вот пришел тот сионист. Ага, вот это пришел тот такой-то. Друзья, мы открытая площадка для того, чтобы у нас здесь люди, которые показали своей жизнью какой-то уже пример, чего-то достигли, могли поделиться своим мнением. Поэтому имейте это в виду. Если вам есть что сказать по существу, и вы видите то, что ваши слова не расходятся с делами, и через это можно спасти Русь-матушку, через это можно спасти наши рода, через это можно восстановить все доброе в этом мире, и, пожалуйста, пишите заявки, будем общаться, будем разговаривать. Но в любом случае, возвращаясь к теме, как лечить коронавирус, прежде чем что-то лечить, надо самому в голове что-то разобрать, выкинуть хлам из дома, как пелось в одной из песней, и восстановить статус-кво себя самого в этой жизни, чтобы человек стал человеком, а не блеющим человекоподобным двуногим существом. Вот когда вы понимаете, что мысль первична, и даже есть поговорка «мысли есть все», то тогда все становится на свои места. Когда вы понимаете, что вы наследник великомудрых предков, и ваш род величайший, благодаря вашему роду мы здесь все живем, благодаря моему роду, благодаря роду Николая Владимировича и других людей, которые выступают, мы сейчас здесь живем. Это наши предки нашу землю, политую кровью, отвоевали, защитили, восстановили порядок на этой земле. Это наши предки сеяли мир и радость, и счастье по всему миру. Это наши предки дали другим народам жить в самодостаточности. Так вот, если мы будем стремиться к таким же устоям, таким же укладам, у нас все будет хорошо. Если мы будем следовать цивилизационным вбросам, то тогда просто-напросто каждый из нас старит царьком со своим коронавирусом в голове, и мы будем драться со своими ближними. Вот я считаю, что надо от этого уходить. Надо всем вместе, всем миром решать подобные проблемы. И если мы видим, что появляется негодяй, который нас желает уничтожить, то этому негодяю мы должны дать по зубам. Как говорили наши велико-мудрые предки, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Поэтому кто вот с этим вирусом пришел, там этот вирус надо засунуть кое-куда глубоко и надолго, и пускай наслаждается жизнью на больничной койке. Нам же с вирусами такого плана, с искусственными сделанными, на мой взгляд, не по пути. На себе я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Продолжение следует...